Игорь Иванович, поздравляю вас с победой. В первом тайме вы провели, как кажется, практически идеальный первый тайм, в течение последних пяти минут. С чем вы связываете такое развитие в конце тайма? Это потеря концентрации или как можно было избежать пропущенных голов? Вы знаете, я скажу так, что счет 2-0 самый опасный. Счет 1-0, он еще держится в концентрации. Они очень внимательны. 2-0. Есть моменты, где-то уже расслабленность появляется. Это и первая игра доказала сегодня Уфа с Краснодаром. Но это ненужный гол. Я считаю, что мы сами себе его привезли. И потом уже, конечно, под конец первого тайма я пропускаю голову. Понятно, что уже в Самаре, у них и так крылья есть. Кылья Советов называется команда. Они полетели вперед во втором тайме. Почувствовали веренность. Это нормальное явление футбола. «Арсенал» успешно играет против «Колесет» в последнее время. И «Деслайк» тоже переиграли на «Самаре» сейчас. То есть тенденция такая. Какому удается так хорошо разбирать «Самару»? Почему на «Самаре»? Почему на «Самаре»? Мы все команды разбираем одинаковые. Видим в команде соперника слабые стороны и сильные стороны. И делаем коррект. Футболистам подсказываем, как в той или иной ситуации играть хочет соперник. Какие слова стоят в «Самаре»? «Самаре»? У них есть тренер свой. Очень хорошие. У нас с ним очень дружеские отношения. Поэтому я не имею права обсуждать с командой соперников. Не мое дело. Что, на ваш взгляд, случилось в тот момент, когда был отменен гол и была травма, рассечения под глазом румынского нападающего? Что там произошло? И почему «Арсенал», контролируя игру, уходя в атаке, так панически проводил последние минут десять? Ну, я согласен. Просто и крылья советов, команда сделала замены. Вышли еще более рослые игроки. Они использовали свои козыри. Боковые штрафные навесы – это опасность в соревнованном футболе. Стандарт. Ну, молодцы ребята, что они выдержали этот натиск. Ну, хотя и пропустили со стандарта. Вот. Я, как, например, сейчас сказал, после игры сразу флеш-интервью, что есть на чем работать. Будем работать дальше. А что случилось там? Как вы оценивали момент? Непонятно было? Ну, это трудно оттуда было увидеть. Ну, я спросил у судьи, как он мне объяснил, что было в сайт. Ну, то, что удар в Артем был. И рассечение. Ну, я думаю, что тоже надо как-то наказывать за это. Момент такой. Ну, это мое дело всегда отсюда. Они тоже все разбираются сами. Мое дело со своей командой разбираться. Игорь Геннадьевич Беляев вы заменили в конце. Мы видели, что он уходил в хрома или что-то не случилось. Он сможет играть, если не в чьи, пока не понятно, может быть, еще? Ну, конечно, сможет. Макс сам волевой футболист. Он ничего серьезного нет. Вот. Сейчас есть четыре дня до игры. Да, Дима может быть в паузу. То есть, он неждально поработается. Все по игровым моментам. К нему претензий нет. Он за четыре дня, я думаю, не радуется играть в футбол. Да, чисто региональный аспект. Мы очень хорошо знаем Игоря Горботенко. Он играл в крыльях. Он воспитанник академии. Да, я очень рад, что он очень мучительно дошел к тому, чтобы стать футболистом. Были невероятно талантливы в 16 лет. Он ключевой сейчас для Вас игрок? Я скажу в общем. У нас для меня лично все ключевые футболисты. Даже кто сидит на ловке. Потому что в любой момент потребуется их помощь. Сегодня одни играли. Завтра может с тем же ни в чего другие играть. Ротация неизбежна. Сейчас тяжелый график начинается. Наша проблема, моя как главного тренера, это подвести всех футболистов в одном состоянии. Коллеги, спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok